Друзья, добро пожаловать в наш вольер. Анастасия, можете представить свою подопечную. Тебя можно, да, снимать? Ну, всё. Это Татьяна. Ей два года, один месяц. Она очень скромная, но очень скромная. Сейчас вот и видела её выражение. Ну, вот такая у нас любовь. Очень стеснительная, переживательная. Красивая девочка. Так, значит, это Ронни. Гиперактивный, активный. Всё вместе в одном полаконе. Пёс. Позитивный, да. Вот, улыбка пошла. Конечно. Три года десять месяцев. Вот так вот. А вот там у нас... Здравствуйте. Здравствуйте. Берём интервью. Она не хочет. Это Пинг. Ей почти пять лет. Всю жизнь провела в приюте. Очень ласковая, спокойная. Покладенький характер. В поисках своих хозяев. Пинг, посмотри в камеру. Вот так вот. Мы ещё к вам подойдём, мадам. Это Ари Эли. Девочка. Очень скромная, да? Что они ещё, можно сказать? Застенчивая. Вот такая лаппа. Это Купер. Купер. Такой вот бёс. Сколько ему получается? Восемь месяцев. Вот вообще прекрасно. Это Габриэлла. Нежная, застенчивая. Что они ещё, можно сказать? Масковая очень. Моя леди вообще. Ещё и кроссовка. Красивая, да. Как необычная. Себа линия. Опа. А вот и Халк. Так, фокус на тебя, что-то свет падает. Приветики. Привет. Это Тринити. Три года, восемь месяцев. Что можешь сказать про свой опыт упечного? Она очень грибая, но сейчас устала. Она прям грибщая, вообще грибщая. В общем, характер не характер, а золото, да? Да. Вот так. Вот такая. Клён. Особенная собачка приюта, потому что у него три лапки. Его уже нашли. Такие ушко так, знаешь, навострил. Что ты можешь о нём сказать по своим наблюдениям за выставку? Какой он? Он очень спокойный и есть ещё очень много тушечек. Да, он ласковый на выставке. Просто немножко, наверное, стрессует. Но вообще в центре он, конечно, себя ведёт иначе. Так что очень игривый пёс. Это вот Нема. Ладно. Тоже скромный пёс, по-моему. Трусливый. Трусливый. Вот так вот. Спокойная атмосфера. Что можешь рассказать про свою подопечную? Я хочу сказать, что очень милая. И я очень сильно надеюсь, что она кому-то преднётся. Так, это получается Дарси. У неё, если честно, печальная история. Потому что они нашли на промзоне. На её мордочке. И на её мордочке была. Довольно жаря. И она постепенно привыкала к людям. Всё-таки она ещё немножко побаивается. 11 месяцев. 11 месяцев, да. Да, она может быть такая. Ну, ваша стесняшечка. Миленькая, скромная, да, стесняшка. Да, такая стесняшечка. Так, это у нас, если я правильно помню, Фокси, да? Да. Это Фокси. Я с ней стояла на прошлом вести. Один год, 10 месяцев. Да, я с ней стояла на прошлом вести. Её хотели забрать и пара. Но они как-то в итоге не решились. Но они долго в ней присматривались. Они к ней в течение феста проходили, не знаю, 3-4 раза. Садились около неё, гладили её. Ну, может, ещё кто присмотрится. А крас очень красивый. Ну, и тоже скромный. Я смотрю, у вас тут вообще такой вольер. И это у нас Брюс там, получается. Брюс. Три года. Три года. Успокоились, спят. Это Даша. Это Джеки. Правильно? Джеки. Такие вот две собачули. Вот у вас тоже тут сонное царство. Уже успокоились собачки. Что можете рассказать из своих подопечных? То, что она не забитная собака. Её очень жалко. Потому что она страшно. Это на первый раз. Завидно переживает. Да. Это кличка Услада. Какая красивая кличка. Услада. Так, а это Индиана. Луизиана. Луизиана. Очень спокойные собаки. Предлагаю поближе познакомиться с нашими подопечными. Итак, это Ронни. Ему три года. Десять месяцев. Вообще он гиперактивный и подвижный пёс. Однако сейчас устал. Поэтому лежит спокойно. Подойдёт в семью с детьми более старшего возраста. Также в семью с другими собаками можно его брать. А в семью с кошками аккуратно. Кольяре. Ей два года. Один месяц. На самом деле она очень контактная и общительная. Однако на выставке, конечно, боится. переживает, поэтому вот так вот себя робко и скромно ведёт. Подойдёт в любую семью с детьми, с другими животными. Размер мне очень большой. Очень ищет дом. Нежная и ласковая девочка. Обратите внимание на вот эту собачку. Это Пинк. Ей через месяц исполнится пять лет. У неё просто замечательный, золотой характер. Она попала в приют ещё с щенком вместе со своими братьями и сёстрами. Всех разобрали. А она осталась одна. И всю жизнь живёт в центре. Нужно время, конечно, чтобы довериться человеку. Но как только она получше с вами познакомится, то сразу проявляет свой игривый характер, ласковый характер. И такая вот девочка, лисичка. Вот такие у неё карие глаза. Она любит устремить свой взгляд на какого-то человека. И смотреть. Такая вот. На поводке хорошо ходит. Тоже немаловажно. Атмосфера. Пинкуша. Ну всё. Выставка закончилась. Девчонок никто не взял. Ронни просто уехал раньше. Поэтому сейчас они отправятся обратно в приют. Ронни просто уехал раньше. 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 Продолжение следует...